Если некоторые дома никак не могут достроить, то другие, наоборот, не получается снести. Омск занял первое место в рейтинге городов-миллионников в стране по количеству хрущевок, построенных еще в 60-е годы прошлого века. Рассчитанные здания были на 20-25 лет, но и сейчас, 60 лет спустя, в Омске от общего числа домов 38% именно хрущевки. В Новосибирске, к слову, таких домов всего 24%, в Екатеринбурге 27%, в Красноярске 33%, в столице итого только 14%. Но именно в Москве их собираются снести, а в Омске делать этого не планируют. Почему и как сегодня горожане живут в домах с истекшим сроком годности, расскажет Ольга Качкурова. Чтобы жить в хрущевках хоть с минимальным комфортом, люди двигали не мебель, стены, вспоминая томичка Наталья Горобчук. Риэлторы подтверждают, 80% квартир приходилось перепланировать. Вот она дверь, вот она ее даже видно, вот она дверь, вот здесь вот вход, вот здесь была кладовка. У меня вот так. На свои 47 квадратов Наталья переехала, когда ей было 8 лет. Здесь же выросли трое ее детей. То, что сейчас считается тесным и неудобным, тогда новоселам казалось настоящим дворцом. Еще бы, как правило, в хрущевке переселяли жильцов из комнат на подселение, бараков и даже землянок. У нас проходная была вот так вот, и мы оттуда, в общем, куролесили на велосипеде вдвоем. Одна из характерных особенностей хрущевок – маленькие кухни, всего 6 квадратных метров. Но сделано это было не просто так. Программа партии в те годы предусматривала широкое развитие сети общепитов. Советский человек должен был питаться в столовых, дабы не отвлекаться от трудовых подвигов на покупку еды и приготовление пищи. А кухня так нужна была для того, чтобы чайку попить или слегка перекусить. А для этого больших размеров не требуется. Те, кто до новоселья жил в национализированных доходных домах, собой забирали дореволюционную мебель. И тут случался казус. Рассчитанные на высокие потолки и большие пространства, трехметровые шкафы в крохотные квартирки не помещались. Комиссионки оказались завалены антикварной мебелью. А запасники музеев пополнились бесплатными экспонатами. Проектировщики хрущевок не рассчитали многого. Человек умер на пятом этаже. Сейчас умирает его сразу на том, а раньше выносили из квартиры. Гроб с пятого этажа спускают на веревках. А и проходят, потому что узкие двери. В Омске хрущевки строили 20 лет. С 1958 по 1978 годы. Целыми микрорайонами на окраинах города. Многотонные плиты отливали на заводах. А для их перевозки специально проектировали новые модели грузовиков. На месте дом собирали как конструктор, скрепляя блоки металлом. Это и стало слабым местом серийных построек. И то есть эти панели вверху внизу к этому каркасу просто приварены металлическими стержнями. Вот они уже начали ржать, да? Они уже начали ржать. Ну и сами эти швы. То есть они же тоже утеплялись, и они уже разлагаются. То есть там сам материал уже потерял свои свойства защитные. Сегодня в Омске около двух тысяч пятиэтажек, построенных в советское время. 177 из них с неполным каркасом. В таких домах несущие стены меняли на колонны. Это самый ненадежный проект. Строить так запретили еще в 1966 году. С 2009 по 2013 год в Омске действовала программа модернизации этих домов. Каркасы усиливали, стены утепляли и обшивали сайдингом. Отремонтировали 52 дома, потратив почти четверть миллиона рублей. Сейчас в Омске осталось 125 таких опасных хрущевок. В следующие пять лет планируют реконструировать только 20 домов. Массово расселять и сносить панельные пятиэтажки, как это предполагают в Москве, в Омске не смогут. В бюджете нет средств. Впрочем, сами омичи похожи и не считают такое жилье плохим. Хрущевки покупают, потому что, во-первых, это готовые квартиры, как правило, да? Квартиры с ремонтом. Людям это интересно, потому что можно сразу заехать в эту квартиру и жить. И есть ситуации, когда ремонт очень хороший, и цена все же ниже, чем новое жилье по сравнению с ценой квадратного метра. Быстро возводимые дома-конструкторы не решили своей главной задачей обеспечить жильем все советские семьи, но стали самым массовым жильем. Изначально их строили на 20-30 лет, но они простояли уже в два раза больше положенного срока. И закончится этот архитектурно-жилищный эксперимент, похоже, не скоро. Ольга Качкурова, Артак Мурадян и Павел Ходынский. Омск здесь.